Женщина по имени Моника возвращалась домой с работы на своем автомобиле. За окном шел сильный дождь, а ветер разносил капли по стеклу, создавая пелену из серых облаков. Моника держалась за руль крепко, стараясь сохранить контроль над машиной. Она знала, что надо быть осторожной на мокрой дороге, но все равно не смогла предотвратить несчастье. Внезапно перед ней возникла крутая поворотная дорога и Моника не справилась с управлением. Машина начала скользить, и в одно мгновение все вышло из-под контроля. Она панически поворачивала руль, но это было бесполезно. Машину опрокинуло на дороге, и она перевернулась. Моника потеряла сознание, но к счастью она была жива. Она висела вверх ногами, раскинув руки и ноги. Она не могла подняться, возможно у нее были переломы конечностей. Внезапно она почувствовала, что что-то необычное происходит. Поглядев по сторонам, она заметила, что автомобиль охватывает пламя, и огонь быстро распространяется по всему салону. Казалось, что шансов на спасение не осталось. Но тут из леса, который окружал дорогу, выбежал волк. Тщательно осмотревшись он понял, что нужно действовать, он прибежал к машине и остановился рядом с перевернутым автомобилем. Моника, которая начинала терять надежду, обратила на него внимание. Волк оглянулся, и их глаза встретились, словно они понимали друг друга. Волк подошел ближе и обвел своим мощным телом автомобиль. Затем он вытянул свою лапу и начал выбивать окно. Этот необычный зверь старался освободить Монику из ловушки, в которой она оказалась. Наконец окно разбилось, и волк вытащил женщину из-под машины. Моника, испуганная и благодарная, лежала на земле и смотрела, как волк волочит ее вдаль от автомобиля. Она почувствовала, как сила животного передается через его, и это давало ей уверенность, что ее жизнь будет спасена. В это время по соседней дороге проезжал мужчина. Он заметил пламя и подбежал к месту аварии. Увидев Монику, которую вытащил волк, он бросился к ним. Мужчина быстро понял, что ситуация серьезная и сразу вызвал медиков. Спасатели прибыли в течение нескольких минут и начали оказывать Монике первую помощь. Они уложили ее на носилки и быстро доставили в больницу. Медики работали без устали, чтобы спасти жизнь Моники и благодаря их усилиям она сумела пережить этот кошмар. Спустя несколько дней Моника очнулась в больнице. Она почувствовала слабость, но была рада, что осталась в живых. Когда медики рассказали ей о роли волка в ее спасении, она не могла поверить своим ушам. Моника всегда считала себя любителем животных и с тех пор она стала еще больше ценить их. Волк, который спас ее жизнь, стал ее символом силы, мудрости и преданности. Она решила, что хочет посвятить свою жизнь защите дикой природы и борьбе за сохранение животных. С тех пор Моника стала активным участником организаций, занимающихся охраной природы. Она проводила лекции, участвовала в публичных мероприятиях и собирала средства для реализации проектов по сохранению животных. История о женщине по имени Моника, которую спас волк, стала известна широкой публике. Ее история стала вдохновением для многих людей, показывая, что даже в самых темных моментах нашей жизни может появиться надежда и спасение. Моника, благодаря этому случаю, нашла свое истинное предназначение и стала символом силы и выносливости. Ее история напоминает нам о значимости природы и всех ее обитателей, и о том, что защита окружающей среды, должна стать важной частью нашей жизни. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.